Эмиль и Аля наконец-то поженятся, как проходило предложение. Хабиб раскрыл, что песня «Ягода малинка» посвящена Вале. Лиса собирается уйти из Блэкпинк, Амина сделала пластику бурури, а Ивлеева показала результаты похудения. Всем привет! Это канал ОГБЛОГЕР! И сегодня ты узнаешь самые свежие новости о блогерах экрана. Подписка, лайк и колокольчик, и тогда все будет в топчик. При своей любимой вкусняшке присаживайтесь поудобнее и погнали! Сразу сделаю, возможно, для кого-то печальное объявление. Я впервые за два года решил взять себе отпуск буквально на 7 дней. Начнется он в это воскресенье и продлится ровно неделю. Выпуски, как вы понимаете, выходить не будут, я их физически не смогу выпускать. Крайне опубликую либо завтра, либо в воскресенье, а уже после только 25 сентября. Если вы совсем не можете без новостей, у меня есть телеграм-канал и группа ВК, где я продолжу делать посты. Все ссылки есть в описании под роликом. Отдохнем немного друг от друга, а потом уже с новыми силами войдем в прежний ритм с обсуждением самых горячих инфоповодов. В сети пошли слухи, что Саша Тессант и Лиза Барашек обручились. Все из разлетевшихся кадров, где они в ЗАГСе сидят на церемонии и подписывают документы о браке. На постанову не похоже, но интересно, что ни один из них об этом даже малейших упоминаний не делал. Есть версия о фиктивном браке для оформления документов на визу. Лидия уже около года или даже больше не дают шенген по непонятным причинам. А так как Саша учится в Париже, приходится строить отношения на расстояние, что не очень приятно. В статусе же мужа и жены их шансы сильно повысятся. Ну а когда они созреют до реального брака, можно будет уже чисто сделать красивую церемонию без всей бумажной волокиты. А вот Эмиль наконец-то сделал предложение руки и сердца своей девушке Али Яникеевой. Она в тот день ничего не подозревала, так как все снималось под видом ролика для ютуба с квестом в разных локациях. Конечной точкой которого стала небольшая база на природе с озером, где они спустились на лодку. А вокруг их украшала куча огней, за кадром же стояла семья, родственники, друзья, которые с нетерпением ждали вот этого момента. У Али мы не увидели супер удивлений и бурных эмоций, так как они очень долго вместе и предложение было лишь вопросом времени. Но будущая невеста все же потом расплакалась. Эмиль, созданная обстановкой, исполнил ее мечту, ведь она хотела, чтобы предложение прошло именно так, на лодке под красивым ночным небом. Поздравляем и ждем свадьбу, которую проведут, скорее всего, уже в следующем году. Сразу несколько западных СМИ выпустили статьи с информацией от своих источников, что Лиса из Блокпинк не будет продлевать контракт с группой. Переговоры шли продолжительное время и ей сделали два подряд предложения с разными суммами гонорара, максимальная из которых достигала 37 миллионов долларов. Но девушка приняла решение от них отказаться, так как более выгодные условия предложили лейблы из других стран, да еще и в рамках сольной карьеры. Вторым же подтверждением приводят аккаунт лейбла в Инстаграме, где публикуются различные новости всех их артистов. Так вот, там постят все, что происходит с Дженни, Джису и Розе. А последнее упоминание Лисы было аж два месяца назад, когда как раз появились первые сухи о трудностях переговоров. Если это действительно так, понять ее вполне можно. За семь проведенных лет в коллективе хочется каких-то изменений. Тем более там активно налаживается личная жизнь и она сможет больше времени проводить с парнем, так как график ставит... И да, уход Лисы не значит стопроцентный распад группы. Ей на замену смогут найти не менее талантливую артистку. Либо же остальные девочки уйдут в соло, о чем наверняка тоже мечтают. Ведь проектов и предложений конкретно под них становится все больше. Продолжается тенденция возвращения российских блогеров на ютуб, которые до блокировки тиктока все его дружно забросили. Так, смотря свежие видосы, вдохновилась создать новый или возродить старый канал Дина Саева. Там у нее выпустилось два влога, сниппет единственного трека и видос о ее периоде депрессии. С которого как раз и начался период ее взросления и избавления от гиперактивного образа с утрированными эмоциями. Дина прекрасно понимает, что не может больше скакать, как и раньше перед камерой. Поэтому выберет жанр с более спокойной и серьезной подачей. Сейчас мне хочется более спокойно все говорить. И наверное, если бы я выбирала жанр, то это была бы какая-то драма. Причем тяжелая драма. Возможно, какие-то я поднимала вопросы о психологии. Или возможно, я бы рассказывала какие-то интересные факты о жизни. Или свой опыт, который был у меня на протяжении 5-6 лет. Амина еще в мае этого года должна была сделать операцию по увеличению бурури. Но после финальных анализов выяснили, что у нее плохая свертываемость. Что в процессе операции может негативно повлиять на здоровье, вплоть до летального исхода. Поэтому врач порекомендовал перенести ее на пару месяцев, за которые Амина на нескольких шоу и интервью утверждала, что уже передумала, приняла себя и не будет ничего делать. Но две недели назад стримерша уже передумала передумывать и все же тайно увеличила размерчик бюста. Об этом она сообщила сама, так как не хотела больше врать, почему ее нет в сети и ничего не публикуется. Пока что последствия переносятся ей тяжело, но чуть позже по заверениям врачей должно стать легче. С заметными изменениями во внешности, но уже своими усилиями поделилась Настя Ивлеева. К лету она подходила в такой форме, многие заметили, что она поправилась, так как вечно была на съемках, где нет возможности следить за питанием. Блогершу такой расклад не устраивал, поэтому изменив рацион и добавив тренировки, удалось скинуть аж 14 килограммов. Сейчас она по ее личным ощущениям находится в самом идеальном весе. Но не обошлось и без критиков, которые считают, что Настя схуднула лишнего и смотрится не очень. На просторы интернета слили интересную инфу со съемок нового выпуска подкаста Первого канала «Не формат» с ведущими Вали Карнавал и Карины Кросс. Гостем программы от молодежи стал исполнитель Хабиб, многим вам известный по хиту «Ягода малинка», принесшему ему популярность в музыкальном мире. И он впервые раскрыл, что в последний момент перед выходом трека изменил начальную строчку, где говорится «Всем девчонкам посвящается», тем самым скрыв, кто же его вдохновил на ее создание. Оказалось, что там должно было петься «Вали Карнавал посвящается», что объясняет многие моменты посылы композиции. И я придумал вначале какое-то обращение, ну там жизнь всем девчонкам посвящается, но изначально была другая версия. Я записал, ну я такой думаю, что-то записать, кого бы, кого бы, кого бы, и я записал именно фразу «Вали Карнавал посвящается». Вполне возможно, что в тот момент Хабиб был тайно влюблен в Валю. Не просто так же он хотел поставить в текст именно ее имя. Но прошло уже много времени, поэтому сейчас это больше красивая история, которая долго хранилась в секрете. А вот на съемках другого шоу, где гостем была Генсуха, одной из ведущих Милана Некрасова, выяснилось, что молодая лайкерша терпеть не может холодец. Вот это многим знакомое блюдо из застывшего до железообразного состояния мясного бульона с кусочками мяса. Провели испытание, где Наташе нужно было съесть торт из различных ингредиентов, но вот холодец добавлять она туда не хотела. Поэтому предложила свой страх перебороть Милане и съесть блюдо за 30 тысяч рублей, на что она согласилась. Съедено оно, конечно, было не полностью, часть вываливалась обратно. Но я бы лично даже за эти деньги не осилил то, что мне очень противно. А чтобы лично вы не съели ни за какие деньги? Пишите в комментарии, интересно будет почитать. Ютуб наверняка не показал тебе какой-то из этих роликов, но в них не меньше интересных новостей, поэтому обязательно загляни туда. А я жду тебя, как всегда, завтра на этом же канале, увидимся уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok